Александр Сергеевич Пушкин Амур и Гиминей Сказка Читает Павел Беседин Сегодня, добрые мужья, Повеселю вас с новой сказкой. Знавали ли вы, мои друзья, Слепого мальчика с повязкой, Слепого? Вот помилуй, Феб, Амур совсем, друзья, не слеп, Но шалости его забавы Ему хотелось, о, лукавый, Чтоб людям на смех и на зло Его дурачество вело. Дурачество ведет Амура, Но скоро, Богу моему, Наскучила богиня Дура, Не знаю верно почему. Задумал новую затею, Повязку с милых сняв очей, Идет проказник Гиминею. А что такое Гиминея? Он из киприденных детей, Бедняжка, дряхлый, ленивый, Холодный, грустный, молчаливый, Ворчит и дремлет целый век, И, впрочем, добрый человек. Да нрав имеет он ревнивый, От ревности печальный Бог Спокойно и заснуть не мог, Все трусил маленького брата, За ним подсматривал тайком И караулил сопостата, Шатаясь и вечно с фонарем. Вот мальчик мой к нему подходит И речь коварную заводит. Помилуй, братец Гиминеи, Что это? Я стыжусь, любезный, И нашей ссоры бесполезной, И вечной трусости твоей. Ну, помиримся, будь умнее, Забудем наш раздор постылый, Но только навсегда. Смотри, возьми ж повязку В память, милый, А мне фонарь свой подари. И что ж, поверил Бог унылый, Амур от радости прыгнул, И на глаза со всей он силы Об нову брату затянул. С тех пор таинственные взоры Не страшны больше красотам, Не страшны грустные дозоры, Не пробуждения по ночам, Спокоен он. Но брат коварный, Шутя над честью и над ним, Войну ведет. Неблагодарный своим союзникам слепым, Лишь сон на смертных налетает, Амур в молчание начнем, Фонарь любовнику вручает, И сам счастливца провожает К уснувшему супругу в дом. Сам от беспечного гемена Он охраняет тайну дверь. Пожалуйста, мой друг Елена, Премудрой повести, поверь.